Здравствуйте дорогие друзья, я Сергей Балакирев и на этом занятии мы познакомимся с новой структурой данных двухсвязными списками. Если вы хорошо понимаете, как работает односвязный список, то вся основа у вас уже есть. Потому что двухсвязный список это все тот же односвязный, только каждый элемент имеет две ссылки next и pref. Next ссылается на следующий элемент, а pref ссылается на предыдущий. Во всем остальном он идентичен односвязному. Также мы имеем здесь два указателя, head и tail. Head ссылается на первый элемент списка, а tail на последний. В результате можно очень быстро обрабатывать первые и последние элементы, например делать добавление элементов в начало или конец списка, а также удалять их. И обратите внимание, у граничных объектов, здесь вот указатель на x принимает значение null, а здесь указатель pref принимает значение null. Вот по этим значениям мы можем знать, что вот например этот объект является последним, потому что next равен null, а этот объект является первым, потому что у него pref равен null. Помимо вот этого значения null мы можем в принципе использовать любую другую предопределенную константу, ну например null, если мы программируем на python. Я думаю, что в целом структура двухсвязного списка вам понятна. Давайте теперь рассмотрим базовые операции работы с этой структурой данных. И начнем с операции добавления элементов в начало и конец списка. Предположим, что в списке имеется два объекта, и мы хотим добавить новый объект в конец этого списка. Вначале создается новый элемент в памяти компьютера, на который ведет временная ссылка вот этот указатель ptr. Затем ссылка next, вот этого вот объекта, который является пока еще последним, должна вести не на значение null, а вот на этот новый созданный объект. Это достигается с помощью команды tail next, то есть мы обращаемся вот к этому указателю next и присваиваем ему адрес вот этого вот нового элемента, на который ведет ссылка ptr. То есть команда tail next ptr устанавливает вот эту вот связь. Далее, вот эта вот ссылка prev нового добавляемого объекта должна вести на вот этот вот объект, на который сейчас указывает указатель tail. То есть мы должны выполнить такую команду ptr.prev, обращаемся вот к этой ссылке prev и присваиваем ей адрес вот этого вот элемента, на который ведет tail. Все, у нас установлены вот эти вот новые связи. Ну и последнее, что здесь нужно сделать, это переместить вот этот вот указатель tail на последний элемент. То есть выполнить команду tail равняется ptr. Все, вот таким вот образом мы добавили новый элемент в конец двусвязного списка. Скорость работы этой операции составляет o большой от единицы, то есть константное время. И часто реализуется вот такой командой pushback. По аналогии выполняется добавление нового элемента в начало двусвязного списка. Здесь также создается новый объект, на который ведет временный указатель ptr. И затем настраиваются связи. Значит, вначале мы настроим вот эту вот ссылку prev, который должна ввести на новый добавляемый объект. То есть выполняем команду head.prev равняется ptr. Таким образом мы вот этому вот указателю prev присваиваем адрес вот этого вот добавляемого объекта. Далее, вот этот вот указатель next должен ввести на объект, на который сейчас указывает head. То есть выполнить команду ptr next равняется head. У нас настраивается вот эта вот вторая связь. Ну и последнее. Мы должны head переместить на этот новый добавленный объект. В результате у нас добавляется новый элемент в начало двусвязного списка. Скорость работы этой операции также o большой от единицы и реализуется часто командой pushfront. Давайте теперь посмотрим, как осуществляется доступ к произвольному элементу в двусвязном списке. Предположим, имеется список из нескольких элементов и указатель соответственно head и tail, который ссылается на первый и последний элементы этого списка. Затем создадим еще один временный указатель. Пусть он называется ptr и ведет на первый объект. То есть ptr равняется head. С помощью вот этого указателя ptr мы можем сейчас обращаться вот к этому первому элементу и, например, читать данные из этого элемента. Вот с помощью такой команды ptr.data, то есть обращаемся вот к этому полю data и читаем оттуда данные. То есть вот эта переменная value будет ссылаться на вот эти вот данные, которые хранятся в первом элементе этого двусвязного списка. Если нам нужно перейти к следующему элементу, то для этого выполняется такая вот команда ptr равняется ptr.next. Дело в том, что вот этот указатель next первого объекта первого элемента ведет на следующий элемент, вот на этот второй. Поэтому вот эта вот конструкция ptr.next это адрес следующего объекта. И мы этот адрес следующего объекта присваиваем все тому же указателю ptr. В результате у нас ptr смещается как бы, то есть указывает уже на второй элемент вот этого двусвязного списка. И в результате получаем доступ ко второму элементу. Мы можем туда записывать или считывать данные. Ну, например, если мы хотим записать что-то новое, то значит выполняем конструкцию ptr.data, обращаемся вот к этому полю data и записываем какое-нибудь новое значение. По аналогии выполняется переход к третьему, четвертому, пятому элементу этого списка и так далее, пока мы не дойдем до конца. С точки зрения O большого, объем вычислений для перехода к произвольному, катому элементу списка составляет O большое от N, где N это общее число элементов в этом двусвязном списке. И в этом двусвязный список проигрывает массивам, у которых скорость доступа к произвольным элементам составляет O большое от единицы, то есть константное время, а у двусвязных или односвязных списков O большое от N, то есть несколько дольше. Однако у двухсвязных списков есть важное преимущество по сравнению с односвязанными списками. Мы можем перемещаться по элементам в обе стороны, и вправо, и влево. Когда выполняется команда ptr равняется ptr next, то мы двигаемся от начала в конец. Если же мы будем выполнять другую команду, вот такую ptr равняется ptr.prev, то наоборот, указатель ptr будет двигаться с конца на начало. То есть вот это отличает двусвязные списки от односвязных. Во всем остальном они работают в принципе одинаково. Давайте теперь посмотрим, как выполняет вставка нового элемента в произвольную позицию двусвязного списка. Предположим, в списке имеется три элемента, и мы хотим вставить новый элемент после второго, на который ссылается указатель left. То есть left ссылается на второй элемент, и после этого второго элемента, вот сюда вот, мы хотим вставить еще один элемент двусвязного списка. Как это делается? Значит, в начале мы, конечно же, должны создать объект, новый объект этого двусвязного списка в памяти устройства. Далее, помимо вот этого указателя left, нам понадобится еще один указатель right. То есть у нас будут два указателя left и right на соседние элементы относительно вот этого добавляемого элемента. Потому что потом нужно будет настраивать связи между вот этим вот предыдущим элементом и следующим элементом. Как мы это будем делать? Смотрите. Вначале мы установим вот эти вот связи между объектом left и объектом ptr. Для этого, очевидно, нужно выполнить вот такие вот команды. left.next равняется ptr, это настраивается вот эта вот связь. ptr.prev равняется left, настраивается вот эта вот связь. Ну и по аналогии связи между ptr и right. Здесь у нас будут такие команды. right.prev равняется ptr, настраивается вот эта вот связь. ptr.next равняется right, настраивается вот эта вот связь. И в итоге у нас вот этот вот новый объект, то есть третий элемент, был вставлен после второго, после вот этого вот объекта left. Вот общий алгоритм того, как производится вставка нового элемента в двухсвязанный список. Вычислительная сложность непосредственно вставки нового элемента составляет o от 1. Но здесь нужно учитывать, что прежде чем вставить, нам нужно получить вот эту вот ссылку left. А для этого используется переход от первого, скажем, элемента до определенного, либо от последнего до определенного, и это занимает o от n операции. Поэтому в общем случае, чтобы вставить новый элемент в двухсвязанный список, нужно выполнить o от n операции. Ну а реализуется вот этот вот алгоритм вставки часто командой insert. Следующая операция – это удаление промежуточных элементов. Давайте предположим, что имеется список из четырех элементов, и мы хотим удалить вот этот вот третий. На него ведет указатель node. Первым шагом нам нужно получить ссылки на соседние объекты относительно удаляемого, то есть left и right. Ну, сделать это очевидно просто. Left – это будет node.prev, потому что prev ведет на предыдущий объект. Right – это node.next, потому что next ведет на следующий. И у нас есть две вот эти вот ссылки – left и right. Далее мы освобождаем память, занимаемую объектом node. Ну, например, в C++ это можно сделать вот такой вот командой – delete node. А в некоторых других языках, таких как Python, эту операцию берет на себя сборчик мусора, когда на объект уже не ведет никаких внешних ссылок. Ну, и после удаления вот этого вот элемента, нам осталось настроить связи между объектами left и right. Делается это очевидным образом. Значит, для того, чтобы установить вот эту вот связь от next до right, мы должны выполнить такую команду – left.next равняется right. То есть вот эта вот связь, которая ранее вела на удаленный объект, она теперь стала другой. Мы переопределили ее на объект right. Ну, и теперь вот эта вот стрелочка – это как раз вот эта вот новая связь. То же самое мы делаем с объектом right. У него pref должен ввести на вот этот вот объект left. И достигается это вот такой вот командой – right.prev равняется left. Все, мы установили новые связи. И теперь вот на этот объект нет никаких ссылок со стороны вот этого двухсвязанного списка. То есть все ссылки теперь как бы обходят его и соединяют объекты left и right. Вычислительная сложность операции удаления, то есть непосредственного удаления элемента, составляет o большой от единицы. Но нам здесь нужно еще получить указатель на этот удаляемый элемент. А это уже o большой от n. Поэтому в общем случае для удаления элемента промежуточных элементов в двухсвязанном списке используется o большой от n операции. Ну, а сама команда часто реализуется с помощью такого-то метода erase. Ну, и в заключении этого занятия давайте посмотрим, как происходит удаление первых и последних элементов в двухсвязанном списке. Предположим, у нас имеется 4 элемента, и мы собираемся удалить первый. Тогда мы создадем временный указатель на второй элемент. И сделать это очень просто. Вот такой вот командой ptr равняется head.next. Тогда мы как раз вот этот указатель ptr будет ссылаться на следующий элемент после head. А это и есть второй элемент. Затем у этого второго элемента ссылку prev мы приравниваем в значении null. И удаляем, то есть освобождаем память из вот этого первого элемента. Ну, а затем указатель head перемещаем на вот этот вот элемент, на который ведет ссылка ptr. То есть в результате у нас вот этого вот элемента первого уже не будет. И в двухсвязанном списке остается всего 3 элемента. Вот так вот можно выполнить удаление первого элемента из двухсвязанного списка. Скорость работы этой операции o большой от единицы. Ну, и часто реализуется с помощью такой команды popfront. По аналогии производится удаление последнего элемента из двухсвязанного списка. Здесь мы создаем временный указатель ptr уже на предпоследний элемент. Получить его очень просто. Это вот такая вот команда tell.prev. Ну, и затем настраиваем связи. Первым делом мы вот этот указатель next меняем на значение null, потому что он будет последний. Поэтому вот этот вот next должен принимать значение null. Команда очень простая. ptr.next равняется null. Затем мы освобождаем память, которая занимает этот последний объект. Это команда delete tail. Ну, и указатель tail перемещаем на вот этот вот уже последний элемент данного списка, на который ведет ptr. Поэтому вот эта команда tail равняется ptr меняет указатель tail на последний актуальный элемент вот этого двухсвязанного списка. В результате вычислительной сложности такой операции составляет o большой от единицы и часто реализуется командой popback. Вот основные операции, которые выполняются с двухсвязанными списками. Ну, и вот здесь в таблице я собрал все команды, которые мы рассмотрели на этом занятии. Значит, pushback, pushfront – это добавление в конец и в начало. Скорость – o большой от единицы. Удаление, значит, с конца и с начала – это тоже o большой от единицы. Команды insert и erase, то есть вставки и удаление промежуточных элементов – o большой от n. Ну, а доступ к произвольному элементу – это тоже o большой от n. На следующем занятии мы продолжим эту тему и посмотрим, как можно реализовать двухсвязанный список на языке программирования C++. Продолжение следует...